Приветствую православные! И вот мы продолжаем добрую традицию читать Евангелие с церкви на площадке Русской Конописной Школы. Сегодня, во вторник, 22 августа, Церковь за литургией предлагает нам третье зачало Евангелия от Марка. Это первая глава, 16 по 22 стихи. Проходя же близ моря Галилейска, увидел Симона и Андрея, брата его закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за Мною, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И пройдя оттуда немного, он увидел и Акова Зеведеева, и Анна, брата его, и также в лодке починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним. И приходя в Капернаумы, вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учения, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники. Ну, тут я обращу ваше внимание на такую интересную, ну, не то чтобы параллель, а в то же время деталь. Когда Господь избирал патриархов, то патриархи были в основном пастухи. Моисей пас стада, Авраам имел скот, да, то есть и Аков тоже там немало, у него было связано со скотом и с кочевьем. Это про Ветхий Завет, когда нужно было провести стадо избранных через многие опасности и достичь земли обетованной. А вот в Новом Завете Господь уже в качестве апостолов избирает рыбаков, которые закидывают сети, и в сети попадают всякое. То есть не то, что нужно беречь каждую овцу, а то, что нужно привлечь все, что только можно, и дальше уже Господь изберет. И ангелы его отсеют пшеницу от плевел, а мусор от действительно ценного. Это, собственно, и пусть будет темой для размышлений. Вот эта смена парадигмы от пастухов к рыбакам, об избрании которых и повествует сегодняшнее зачало Евангелия. Берегите себя и помолимся, чтобы мы были достойным грузом в сетях Божьих, чтобы мы и летом насладились, и в то же время в Царство Небесное тоже сумели попасть.